Всем привет! Сегодня у меня для вас прекрасная новость. Я купила себе палетку от Huda Rose Quartz. Купила ее в первый день продаж, когда она появилась в турецкой Сифории, ну и во всем мире. Я подумала, ну окей, раз она и в Сифории турецкой есть, надо ее приобрести. Но сейчас могу отметить, что на скидках к 11 ноября она дешевле, на скидку ее тоже поставили. Как говорится, поспешишь людей, насмешишь. Можно было подождать и потом ее приобретать. Потому что мне ее положили, она была 1 ноября в продаже, я ее купила, оплатила, и я неделю ждала отгрузки с Сифории. То есть по факту, я думаю, что недели у них не было в наличии этой палетки, и они ждали этот груз из-за границы, когда они придут. И через неделю только меня отправили, и буквально через 2 дня начались вот эти скидки Black Friday типа всякие. Короче говоря, обидненько, ну ладно, окей. В общем, очень красивая здесь у нас Rose Quartz упаковка, пластмассовая, гораздо удобнее, чем картонная. И это сравнение взяла старую мою худую картонную. Здесь есть некоторые цвета схожие. У меня сегодня маникюр в тему Rose Quartz тоже. Что могу сказать, я уже сделала не один далеко макияж, она у меня уже несколько дней. Я хочу немножко сделать такую ремарку по поводу, кому она нужна, стоит ли ее покупать. Эта палетка однозначно украшалка, здесь очень хорошие, качественные, шиммерные оттенки, блестяшки. Для холодного типа, кто любит холодненькое, это для вас идеально, потому что здесь, если смотреть, сразу покажу, серые оттенки, что обычно редкость. У Худы все оттенки всегда розовят холодные, фиолетовые, либо розовые становятся. Здесь они действительно более-менее серые. И отдельный плюс, вот у Худы из всех палеток, вот это наиболее лучшее качество блестящих оттенков. Это качество Наташи Динона. Ну практически, формулы немножко разные, это все равно чувствуется, но довольно-таки на уровне. Для меня Наташка все-таки лучшая всегда, лучшая всегда. По поводу матовых, они менее пигментированы, чем у Наташи, но растушевываются тоже неплохо, и они не пятнят. А у Наташки очень часто из-за сильной пигментации матовые тени залипают, их очень трудно растушевать. Они трудные в работе, они такие жирненькие, знаете, плотненькие, цветные. Но здесь, особенно в палетке Глэм у Наташи, это вообще, мне там не нравится матовый, и мне ей трудно поэтому пользоваться. Я использую очень часто, моя любимица в последнее время, вот эта розовая палетка от Наташи, я ее тоже взяла для сравнения. Для чего эта палетка? Это отдельное наслаждение блестяшками, украшалками, шиммерами. Они действительно уникальны, но если у вас есть похожие оттенки в других каких-то палетках, можно задуматься, нужна ли мне вот эта, зачем повторяться. Если у вас таких оттенков просто раньше не было нигде, как у меня, то можно приобрести. Сразу скажу, что вот этот Blissful, это оттенок как будто бы фольга. Он на многих фотках, отзывах и всяких в интернете, он вот этот оттенок зеленым отдает, даже здесь снимается. На самом деле он не зеленый, он дуахром, серебряный, зеленый и розовый. И когда вы наносите этот оттенок, это более светлый такой вариант. Знаете, у Inglot есть такой, я не помню его номер, топ рассыпчатый на подвижный век, у меня тоже есть. Там больше зеленинки, но вот это то же самое, только в лайтовом варианте. Самый, конечно, Cosmic Love, это однозначно Love, Любовь, вот этот оттенок фиолетовый. Давайте я вам тоже посвочу, тоже перламутро фиолетово-синий. Он очень яркий, и в чем их плюс? Они все очень ярко, всегда на века наносишь, видно издалека. Они реально свою яркость не теряют, уходила весь день и к вечеру блестки все равно остаются. Из такого интересного, что мне больше всего, ну, конечно, One Love, это вот этот оттенок Empowered. Вот этот вот блестящий темный, фиолетово-серый, грязный, космический, тоже такой оттенок. Сейчас я его нанесу. Это просто отдельная сказка. Очень красивый оттенок. То есть эти все оттенки, украшалки, ты делаешь какую-то основу, растушевку какую-нибудь мягкую, да, неяркую, и какой-нибудь там смоки делать или яркие акценты ставить, вот это прям для того создана акцентная палетка 100%. Немножко меня разочаровали, я не люблю прям такую очень яркую перламутро, очень много розовую тему. Вот этот оттенок, вот этот, они по сути об одном и том же, это тоже, они все в итоге очень перламутровым отдают, когда вы наносите на веко. Немножко они по-разному, но суть, она перламутровая, розовая подложка идет. Вот этот оттенок, я к нему еще не прикасалась, где вот этот запечатанный гель и блестки. Давайте прямо сейчас в первый раз и снимем сводч с него. Ага, ощущение жидкости, ну такой прозрачный, да, гель. Ну, короче, непонятно, влажная века делать, мне вот интересно, он вообще как высохнет. И при вот этом намусоливании, я бы сказала, что я сейчас его намусоливаю, это просто прозрачный как будто блеск для губ, в котором, когда я затрагиваю блестки там запечатанные, немножко отдается на палец. Ну, просто влажный эффект. Я, честно, его еще держала сводч, чтобы красивый снять для вас. Да, он немножко липкий на руке, вообще просто прозрачный. Что это? Это подложка под блестки, скорее всего, как вы думаете? Напишите в комментариях, что я, никакого аромата, ничего нет, липкости особо нет. Как будто бы блеск для губ какой-то, но менее липкий, как бы я это называла. Оформление очень красивое, мне нравится, прям такое эстетическое наслаждение. Что я хочу отметить? Нужно ли эту паралетку покупать, если у вас есть эта? Честно скажу, она самая лучшая ухода из всех, что есть по интересу, по оттенкам, по шиммерам красивым. Формулу изменили, врут лучшую сторону, стало качество практически как у Наташи Диноны. Знаете, у нее самые лучшие, вот что напоминает, это пятерка. Номер 9 у меня блестяшки металлические от Наташи. Металлики Наташи, ну вообще, скажем так, во всем бьюти-мире хвалят. Это практически то же самое качество, как вот здесь худо сделала. Очень похоже, но фактически то же самое. Оттенки только другие, да? В общем, качество палетки, оттенков, формулы и интересные оттенки я бы советовала, если у вас не было ретроградного Меркурия ее зелененьким там, да, вставочкой, я бы посоветовала приобрести вот эту палетку. Не пожалеете, если у вас там нет много украшалок каких-то. Вы любите акценты и блестки. Плюс еще оттенки здесь не стали теперь сильно кукожить века. Вот это вообще формула, вот это и вот этот оттенок Blissful и Energizer, они вообще как будто фольга. Ее прямо кисточкой легко наносить. Они осыпаются, но не в течение дня, потом я у себя под глазами блестки не ловила. Будет обзор Ленский Бьюти. Она в сторис, в инстаграме говорила о том, что ой, типа все осыпается, какой-то фу-фу-фу, бе-бе-бе. Блин, я так же пользуюсь без каких-либо вообще баз для век. Просто чистая века у меня. Наношу тени, ничем не пользуюсь, никаким клеем или еще чем-то. Все прекрасно держится. Оно в процессе нанесения осыпается, потом в течение дня у меня ничего никуда не сыпется. Проблем с этим у меня никогда не было. По поводу оттенков. В общем, у меня очень хорошие отзывы, ощущения от нее. Почему хочется сравнить с вот этой палеткой? Потому что здесь есть некоторые схожие оттенки. Например, вот этот холодный и вот этот. Видите? Вообще разницу видите? Ее особо нет. Если она есть, то навеки вы точно не увидите, когда воспользуетесь этими оттенками. А вот этот, Great Food. И мне уже тут, к сожалению, не видно, как он выглядит в палетке. И вот этот. Видите? Один чуть-чуть потемнее. Я к тому, что здесь очень много перекликающихся оттенков. Очень часто худо запихивают в свои палетки то, что уже было ранее. Из плюсов скажу, что для холодненьких девчонок однозначно огромный плюс. Это вот эти серые оттенки. Очень круто, что вот этот темно, он не черный и не коричневый. Это реальный серый оттенок. Вот этот оттенок Serenity, он просто реально фиолетовый и красивый. Тут очень много можно взять парочку оттенков, то есть какой-то матовый на подложку, например, смокем сделать, и акцент сделать блесками. И они реально очень яркие, качественные, держатся очень долго. Короче говоря, минусы можно поискать на любителя, но в общем, если мы рассматриваем эту палетку, достойная, интересная и честная. У Худы из последних и маленьких палеток и всяких ее вообще запусков. Самое интересное, что было у Худы за последний, наверное, год, а то и полтора даже. Потому что ретроградный Меркурий не берем в счет, и многие блески оттуда, да, вот эти шиммерные оттенки, их раскритиковали качество, что они не очень хорошие. Мне здесь все прекрасно устраивает. Качество изменилось в лучшую сторону, это очень сильно радует. По оттенкам хочу отметить, что из таких интересных, 3, 4, ну 5-6 оттенков, да. Очень клевые, матовые, что они здесь есть. Такие вот прям разнообразия, просто круто. И хочу отметить, для Худы удивительно. Вот, кстати, у меня сегодня же макияж этой палеткой выполнила полностью, никакую другую не использовала. Для Худы хочу отметить позитивный момент. Она, когда добавляет какие-то даже с виду холодные оттенки, вот это было мое разочарование, вот в этой нюд, как она называется? New Nude, новый нюд от Худы. Здесь я надеялась, что будет холодно, а здесь все это розовое. Вот это вот розовым, фиолетовым отдает, это все розовое, красное. Здесь уже совершенно нет. Если вот оттенок вот такого цвета, если он холодный, то он остается холодным. Это очень радует, никакого обмана нет, как у Худа обычно бывает. Так что покупателей нет, однозначно, да. Но у меня этих две сейчас вот таких фаворитные палетки от Наташи Динона Retro Palette. Видите, она такая классическая, стандартная. Отсюда очень хорошо можно будет брать матовые оттенки, ими пользоваться. И, например, брать блестяшки уже вот отсюда. Дополнять эти две палетки будет классно. Здесь чуть-чуть она потому, что Наташа пожелтее, потеплее, а Худа однозначно посерее, холоднее. Но 100% обе эти палетки это мое, мои оттенки. Я наконец-то дождалась бьюти богов, потому что наконец-то начали делать то, что мне подходит. Потому что оранжевые, желтые, рыжие, красные палетки и коричневые не моя вообще история. Мне это не очень подходит, мне с этим трудно. Вот наконец-то что-то холодненькое появилось. Напишите в комментариях, интересен ли вам был мой обзор, мое видео. Просто поделилась с вами своим мнением этой палетки, покупать ее или нет. В будущем у меня планируется видеораспаковка при вас. Будем открывать люксовые парфюмы, нишевой парфюмерии. И у меня еще есть заказ сифоры небольшой. Несколько средств новых, что я приобрела. Там и пудра есть, и блеск для губ, масло, и очищение лица и так далее. Интересно ли это? Напишите в комментариях, обязательно сниму. Спасибо за внимание. Всем пока.